Я думаю, что та же Стручкова, которая действительно дружившая с Фаина Георгиевна, имеет право рассказать и подробнее. Самая дорогая, самая любимая моя артистка жила на втором этаже нашего же подъезда. Это была Фаина Георгиевна Раневская. Боже мой, какая она была прелестная женщина. Она очень любила людей, она любила животных, она любила птиц. И она каждый раз, ее можно было встретить во дворе, тогда у нас не было ни лавочек, ничего. Она просто сидела на каком-то ящик, на ящик клала картон, и она сидела и кормила птичек. И когда ей говорили, что это вы все с вашими этими птицами, ведь они все испачкали, весь двор. Тогда она, я прошу прощения, она сказала, они же не виноваты, что у них нет ватер-кулозе. И Фаина Георгиевна буквально каждому, вот как вдруг появилась какая-то собачка, которая очень приласкалась к Фаине Георгиевне. Фаина Георгиевна взяла ее к себе и назвала его мальчиком. И мальчик стал, это близкий ее друг. И даже когда Фаина Георгиевна было очень тяжело, очень трудно, и она уже буквально была последние дни, она позвонила Светлане Майоровой, своему другу, и сказала, Светочка, я тебя очень прошу, если я умру, не покидай мальчика, не выбрасывай его на улицу, возьми его к себе, позаботься о нем. И когда я увидела Светлану этой собачкой, у собаки были огромные глаза, и синие, синие, сказала, Светлана, какие красивые глаза у собачки, она говорит, это потому, такие они синие, потому что он слепой. Я скоро вернусь, мне надо на Тишинский рынок, в кооператив. Хорошо. Капитан, 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 подчинитесь, только смелым подчиняются моря. Капитан, Ариношка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. Павина Георгиевна всегда была рядом с нами, очень простой, и очень всегда интересным таким человеком, и мы все собирались около нее. Помню очень хорошо, она любила очень музыку. И она знала, что мой муж Александр Александрович имеет очень хорошие записи. И она сказала, Саша, я тебя прошу, как-нибудь пригласи меня, я хочу послушать какую-то музыку. У тебя, говорят, прекрасный музык. Он сказал, пожалуйста, Фейн Георгиевна, в любое время. И она сказала, ну ладно, я тогда тебе скажу. Он говорит, а, кстати, сейчас вы свободны? Она говорит, да. Он говорит, ну тогда пойдемте ко мне. Пришли, она с удовольствием пошла, пришли, тут же моментально Саша говорит, что хотите слушать? Выбирайте. Она говорит, я хочу духовную музыку. И стали слушать от Рахманова и так далее, и так далее, духовную музыку. И вот когда мы сидели, слушали проникновенно эту духовную музыку, вдруг она говорит, Саша, Рая, а нас не арестуют? Я говорю, за что? Она говорит, сегодня же 7 ноября. Вот такая была Фаина Георгиевна, непосредственно, вдруг сразу что-то. Потом после этого я сказала, Фаина Георгиевна, давайте чай пить, что вы хотите съесть? Я ей говорю, то, что у меня есть, чтобы она съела. И потом называю, говорю, у меня есть творог, у меня есть витамины, которые сделаны с сахаром. Я говорю, если вы хотите, я бы вам это все предложила, что вы хотите? Она говорит, вот, прекрасно, творог с витаминами. Я ей наложила хороший творог, значит, тарелочку, сверху много очень сладкого, этих витаминов. Она съела и говорила, Райка, какое удовольствие я получила, ты себе не представляешь. Ведь ты знаешь, у меня же диабет. Я пришла в ужас, как диабет, а я ей столько положила сладкого. Она говорит, ради бога, не волнуйся, сейчас приду, сделаю укол, все будет нормально. Вот такая была Фаина Георгиевна, сколько она рассказывала, как она рассказывала. Это были просто каждый раз какие-то мини-спектакли. И вот с этими людьми, когда-то я с ними общалась, я была счастлива, что Господь Бог мне дал возможности быть рядом с ними, слушать их, слышать голос. И так это проходило через всю мою жизнь, потому что мне это очень помогало и в балетном искусстве. И одна, и я грустю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова